Глава 4. В главную каюту вел крутой трап, и по нему капитан после обеда снес Джерри на руках. Это было большое помещение во всю ширину Эренджи, между лазаретом на корме и крохотной каюткой на носу. Дальше, за толстой переборкой, находился кубрик, где жила судовая команда. В крохотной каютке помещались Ван Хорн и Боркман, а главную каюту занимали 60 рабочих. Они сидели на корточках, валялись на палубе и на длинных скамьях, тянувшихся по обеим сторонам каюты. Войдя в маленькую каюту, капитан бросил в угол одеяло и дал понять Джерри, что это его постель. Джерри, плотно пообедавший и утомленный после такого суетливого дня, немедленно заснул. Час спустя его разбудил вошедший Боркман. Джерри приветливо заверял обрубкам хвоста и улыбнулся. Но помощник нахмурился и сердито проворчал что-то сквозь зубы. Тогда Джерри перестал улыбаться и только спокойно за ним следил. Помощник зашел глотнуть спиртного. Он таскал выпивку из запасов ванхорна. Джерри этого не знал. На плантации ему часто приходилось видеть, как выпивают белые. Но в манерах Боркмана было что-то необычное. Он пил как будто из-под тишка, украдкой. И Джерри смутно это осознавал. В чем тут дело, он не знал. Но, почуяв что-то неладное, подозрительно присматривался. После ухода помощника Джерри мог бы еще поспать. Но неплотно прикрытая дверь с шумом распахнулась. Открыв глаза, он приготовился встретить неведомого врага. Но никого не было. И он стал следить за тараканом, ползущим по переборке. Когда Джерри встал и осторожно направился к нему, таракан удрал. Скрылся в щели. С тараканами Джерри был знаком всю свою жизнь. Но на Эрэнджи обитала особая порода. И, столкнувшись с ней, ему еще суждено было узнать много нового. Наскоро обследовав маленькую каюту, он вышел в большую. Здесь повсюду валялись чернокожие. Джерри решил каждого освидетельствовать, видя в этом свой долг перед шкипером. Они хмурились и потихоньку ругались, когда он к ним принюхивался. Один осмелился пригрозить ему кулаком. Но Джерри, вместо того, чтобы увернуться в сторону, оскалил зубы и приготовился к прыжку. Чернокожий поспешно опустил руку и стал тихо и ласково бормотать. Что, конечно, говорило о раскаянии. Товарищи его захихикали. А Джерри прошел мимо. В этом не было ничего нового. От чернокожих всегда следовало ждать удара, если поблизости не было белых. И помощник, и капитан находились на палубе. И Джерри, хотя и не трусил, но продолжал свои исследования более осторожно. Но у входа в лазарет, на корме, он позабыл о всякой осторожности и ринулся навстречу новому запаху, доносившемуся до его ноздрей. В низком темном помещении находилось какое-то странное существо. Его он еще ни разу не обнюхивал. На грубой циновке, разосланной на ящиках с табаком и 50-фунтовых жестянках с мукой, лежала в одной сорочке молоденькая чернокожая девушка. Казалось, она притаилась или пряталась. И Джерри не замедлил это почувствовать. А ему с давних пор было известно, что дело не ладно, если какой-нибудь чернокожий пытается спрятаться или улизнуть. Когда он тревожно залаял и бросился на нее, она с ужасом вскрикнула. Но она не ударила, хотя его зубы оцарапали ее голую руку. И больше она не кричала. Она съежилась на своей циновке, дрожала и не защищалась. Вцепившись зубами в ее реденькую сорочку, он тряс ее и тянул, сердито рыча и время от времени лая, чтобы призвать шкипера или помощника. В процессе борьбы равновесие ящиков и жестянок нарушилось, и вся груда рухнула на пол. Тут Джерри залаял еще неистовее, а чернокожие, выглядывая из каюты, безжалостно хохотали. Когда явился шкипер, Джерри завилял своим обрубленным хвостом и, прижав уши, еще сильнее задергал тонкую бумажную ткань сорочки. Он ждал похвалы за свое поведение. Но когда шкипер велел отпустить девушку, он повиновался и понял, что это притаившееся, пораженное ужасом существо чем-то отличается от других таких же существ, и обращаться с ним нужно иначе. А страх девушка перенесла такой, какой мало кто может вынести. Ван Хорн называл ее своей покупкой с неприятностями и рад был бы отделаться от этой покупки, однако не уничтожая. От этого-то уничтожения он и спас ее, когда купил, дав в обмен жирную свинью. Она была глупым, робким, больным созданием. Молодые люди из ее деревни не обращали на нее никакого внимания. И когда ей исполнилось 12 лет, разочарованные родители предназначили ее для кухонного котла. Когда капитан Ван Хорн впервые ее встретил, она была центральной фигурой в траурной процессии на берегах реки Болибули. Отнюдь не красавица. Таков был его приговор, когда он задержал процессию. Тощая, с шелудивой кожей, покрытой засохшими струбьями, следы болезни, называемой букуа, она была связана по рукам и ногам и, как свинья, свешивалась с толстого шеста, который покоился на плечах носильщиков, намеревавшихся ею пообедать. Не надеясь на пощаду, она даже не пыталась молить о помощи, но в ее вытаращенных глазах застыл безграничный ужас. Разговорившись на универсальном английском морском жаргоне, капитан Ван Хорн узнал, что любовью своих спутников она не пользовалась. И сейчас они несли ее к реке Балибуле, чтобы вбить там кол и погрузить ее по самую шею в текучую воду. Но прежде чем вбить кол, они намеревались вывихнуть ей суставы и переломать кости рук и ног. Это не было ни религиозным обрядом, ни жертвой жестоким богам джунглей. Вопрос был чисто гастрономического свойства. Живое мясо, приготовленное таким образом, делалось мягким и вкусным. А девушка, как указали ее спутники, несомненно нуждалась в такой манипуляции. Два дня пребывания в воде, сказали они капитану, сделают свое дело. Затем они убьют ее, разложат костер и созовут друзей. Капитан Ван Хорн торговался около получаса, доказывая, что девушка никакой цены не имеет. Затем купил свинью стоимостью в 5 долларов и отдал в обмен на нее. Так как он расплатился за свинью товаром, а товары были расценены вдвое выше стоимости, то в действительности девушка обошлась ему в 2 доллара 50 центов. И тут-то и начались затруднения капитана Ван Хорна. Он не мог отделаться от девушки. Он слишком хорошо знал туземцев Малаиты, чтобы вручить ее кому-нибудь из обитателей этого острова. Вождь племени Суу и Шикола предложил за нее сотню кокосовых орехов, а на берегу Малу вождь Бау давал двух цыплят. Но это последнее предложение сопровождалось усмешкой и свидетельствовало о презрении старого негодяя к худобе девушки. Капитану Ван Хорну не удалось связаться с миссионерским бригом «Западный крест». На нем она была бы в безопасности. И он вынужден был держать ее в тесном помещении на Эренджи до того проблематического момента, когда удалось бы перепроводить ее к миссионерам. Но девушка к нему никакой благодарности не чувствовала, ибо была слишком глупа. Она, которую получили в обмен на жирную свинью, считала, что ее плачевная роль в этом мире не изменилась. Она была обречена на съедение и оставалась обреченной на съедение. Изменилось только ее назначение, и теперь ее, несомненно, съест большой белый господин Эренджи, когда она в достаточной мере потолстеет. Его намерения обнаружились с самого начала, когда он пробовал ее откормить, а она его перехитрила и упорно ела столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых. В результате девушка, проведя всю жизнь в лесах и ни разу не ступив ногой в лодку, теперь без конца носилась по поверхности океана в каком-то кошмарном тумане. На морском жаргоне, распространенном среди чернокожих тысячи островов, пассажиры Эренджи подтвердили ее страх. «Я тебе говорю, Мэри», заявлял один, «скоро этот большой парень, белый господин, тебя кайкай». А другой подхватывал, «большой парень, белый господин, тебя кайкай». «Я тебе говорю, у него живот разгулялся». Кайкай на этом жаргоне значило «есть». Даже Джерри это знал. Слово «есть» не было в словаре, а кайкай было, и означало оно «больше, чем есть», так как служило и существительным, и глаголом. Но девушка никогда не отвечала на поддразнивание чернокожих. Она вообще все время молчала и не говорила даже с капитаном Ван Хорном, который и имени ее не знал. К концу дня, после приключения с девушкой в лазарете, Джерри снова вышел на палубу. Шкипер, держа его на руках, поднялся по трапу и едва пустил на палубу, как Джерри сделал новое открытие – земля. Он не видел ее, но обонял, высоко задрав нос. Джерри расположился с наветренной стороны и стал внюхиваться в воздух, который принес весть о земле. И носом он словно читал в воздухе, как человек читает газету. Он почуял соленые запахи морского берега и влажной грязи болот, благовонный аромат тропической растительности и очень слабый, едкий запах дымотлеющих костров. Пассатный ветер, который пригнал Эренджи в воды, защищенные выступающим мысом Малаиты, теперь спадал. И судно покачивалось на невысоких волнах. Слышался треск шкотов и блоков и грохот спускаемых парусов. Джерри с насмешливым презрением поглядывал на грот, прыгающий над его головой. Он понял уже пустую ветренность его угроз, но блоков грота шкота остерегался и обходил Бугель. Капитан Ван Хорн, пользуясь затишьем, вздумал обучать команду ружейной стрельбе и приказал достать с люка ли-энфильдские ружья. Вдруг Джерри припал к палубе и неслышно пополз вперед. Но дикая собака, удалившаяся на три фунта от своей норы под сундуками, не зевала. Она заметила Джерри и грозно зарычала. Рычание было злобным, как и вся ее жизнь. Мелкие животные страшились этого рычания, но оно не испугало Джерри, который настойчиво крался вперед. Когда дикая собака прыгнула в нору под ящиками, Джерри бросился за ней, но в рак ускользнул. Бросив за борт куски дерева, бутылки и пустые жестянки, капитан Ван Хорн приказал восьмим матросам из своей команды стрелять. Джерри пришел в восторг от ружейной стрельбы. И к грохоту присоединился его возбужденный лай. Пустые медные гильзы летели на палубу, а чернокожие пассажиры ползали и подбирали. Для них это были ценные предметы, и они немедленно засовывали их еще горячими в свои продырявленные уши. В их ушах было просверлено множество отверстий. Самое маленькое могло вместить гильзу, в других торчали глиняные трубки, палочки табаку и даже коробки спичек. А были и такие отверстия, что в них держались деревянные цилиндры в три дюйма диаметром. Помощник и капитан носили у пояса автоматические револьверы. Они стали расстреливать обойму за обоймой, к большому удивлению чернокожих, которые, затаив дыхание, следили за такой быстрой стрельбой. Судовая команда стреляла неважно, но капитан Ван Хорн, как и каждый капитан на Соломоновых островах, знал, что туземцы, жители лесов и приморских берегов стреляли еще хуже. И на стрельбу судовой команды можно было положиться, если ей не вздумается в минуту опасности перейти на сторону врага. Сначала автоматический револьвер Боркмана дал осечку, и капитан Ван Хорн сделал замечание своему помощнику за то, что тот не чистит и не смазывает своего оружия. Затем Ван Хорн с издевкой спросил Боркмана, сколько стаканчиков тот сегодня пропустил, и не этим ли объясняется его неудачная стрельба. Боркман объяснил, что у него был приступ лихорадки, и Ван Хорн, удержав сомнение при себе, но несколько минут спустя, усевшись в тени контробязаний и взяв на руки Джерри, поделился с ним своими соображениями. Прямо беда с ним, Джерри, и все из-за шнапса, объяснял капитан Ван Хорн. Черт побери, я из-за этого должен нести свои вахты и добрую половину его, а он говорит, лихорадка. Не верь, Джерри. Все это шнапс, самый обыкновенный шнапс. А он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Но когда напьется, становится полуумным. Голова у него идет кругом, человек ходит дурак-дураком, в шторм храпит, в мертвый штиль страдает от бессонницы. Джерри, ты еще только вступаешь в мир на своих четырех бархатных лапках, так послушайся совета опытного моряка и не прикасайся к шнапсу. Верь мне, Джерри, мой мальчик, послушайся своего отца, от водки добра не увидишь. После этого капитан Ван Хорн оставил Джерри на палубе выслеживать дикую собаку, а сам спустился в крохотную каюту и глотнул из бутылки, к которой прикладывался Боркман. Выслеживание дикой собаки превратилось в забаву. Во всяком случае для Джерри, он никогда не злобствовал и сейчас наслаждался от души. Кроме того, эта игра переисполняла его восхитительным сознанием собственной силы, так как дикая собака все время от него удирала. Поскольку дело касалось собак, Джерри был героем на палубе Эренджи. Ему не пришло в голову осведомиться, приятно ли его поведение дикой собаки, а по правде сказать, это существо по его вине влачило жалкое существование. Когда Джерри находился на палубе, дикарка не смогла отойти дальше, чем на несколько футов от своего логовища и пребывала в страхе и трепете перед толстым щенком, который не боялся ее рычания. Под вечер Джерри, еще разок проучив дикую собаку, пробежал на корму и нашел там шкипера. Тот сидел, поджав ноги, на палубе, прислонившись спиной к низким поручням и рассеянно глядел на море. Джерри понюхал его голую икру. Не то, чтобы он хотел проверить, его ли это нога, а просто ему нравился запах. И, кроме того, он видел в этом своего рода дружеское приветствие. Но Ван Хорн не обратил на него внимания и по-прежнему глядел вдаль. Он даже не заметил щенка. Джерри положил морду на колени шкипера и долго и пристально смотрел ему в лицо. Теперь уже шкипер его заметил и был приятно расторган, но не подал вида и продолжал сидеть неподвижно. Джерри решил испробовать новый способ. Шкипер опирался локтем о колено, рука его лениво свешивалась вниз. В полураскрытую руку Джерри по самые глаза засунул свою мягкую золотистую мордочку и застыл в такой позе. Ему не видно было, как вспыхнули у шкипера глаза. Взгляд его оторвался от моря и обратился на щенка. Джерри еще минуту стоял, не шевелясь, а затем громко засопел. Шкипер не выдержал и от души расхохотался, а Джерри в приливе любви прижал свои шелковистые уши, греясь в лучах улыбки Бога. И смех шкипера заставил Джерри бешено завилять хвостом. Полураскрытая рука сомкнулась в твердом пожатии. Затем рука стала его качать из стороны в сторону с такой силой, что Джерри едва устоял на ногах. Джерри блаженствовал. Нет, мало того, он был в экстазе. Он знал, что в грубом пожатии не было гнева, и оно не грозило опасностью. Это была та же игра, какой он бывало забавлялся с Майклом. Иногда он играл, как из Бидди, и любовно возился с ней, а в исключительных случаях сам мистер Хаген ласково тормошил. Для Джерри эта игра была полна глубокого смысла. Когда Ван Хорн стал сильнее его раскачивать, Джерри сердито зарычал и рычал все громче и громче по мере того, как усиливалась встряска. Но это была игра. Он только притворялся, будто хочет укусить того, кого любил слишком горячо. Он дергался, стараясь вытащить голову и ухватить складку кожи, льнувшую к его щеке. Когда шкипер, сильно тряхнув его, освободил и отпихнул в сторону, Джерри подбежал к плечу ворча, искали зубы, и снова рука сомкнулась вокруг его морды Игра продолжалась, а возбуждение Джерри росло. Один раз шкипер замешкался, и Джерри поймал его руку, но зубов не стиснул. Зубы оставили на коже отпечаток, но это был не укус. Игра становилась все грубее, и Джерри забылся. По-прежнему играя, он до того увлекся, что принял игру за подлинное событие. Это было сражение. Борьба с рукой, которая его хватала, трясла и отпихивала. Он больше уже не притворялся и рычал по-настоящему. Когда его отшвыривали назад, и он снова бросался в атаку, из груди его вырывался истерически звонкий щеня-щий лай. И капитан Ван Хорн, внезапно поняв, протянул раскрытую руку, как символ мира, символ столь же древней, как человеческая рука. И в то же время он произнес одно только слово «Джерри». В этом слове было все. И властный упрек, и приказание, и вся настойчивость любви. Джерри понял и сразу пришел в себя. Он сейчас же раскаялся, смирился, уши откинул назад, моля обращении, а сердце его затрепетало в приливе любви. Нападающий пес со скаленными клыками превратился в мягкий, шелковый комочек. Он рысцой подбежал к протянутой руке и лизнул ее. Розово-красный язык блеснул, как драгоценный камень, между двумя рядами ослепительно белых зубов. А через секунду Джерри блаженствовал в объятиях шкипера и прижимался мордой к его щеке и лизал, словно хотел поцелуями заменить членораздельную речь. Это был подлинный праздник, и оба от души им наслаждались. — Черт бы меня побрал, — забормотал капитан Ланхорн. — Ты весь клубочек натянутых нервов с золотым сердцем, и все это обернуто снаружи в золотую шкурку. Джерри, ты золото, чистое золото, и во всем мире нет второй такой собаки. Сердце у тебя золотое, золотой мой пес. Люби меня, и я буду добр к тебе, и я буду тебя любить всегда, во веки веков. И капитан Ланхорн вдруг заморгал, его глаза затуманились, и секунду он не видел щенка, который в приливе любви весь затрепетал в его объятиях и слезнул соленую влагу с его глаз. А ведь Ланхорн шкипер Эренджи, босой, в шестипенцевой рубахе и набедренной повязке торговал черной птицей, развозя чернокожих каннибалов, никогда не расставался со своим автоматическим оценено в десятках приморских деревень и лесных крепостей. Он считался самым крутым шкипером Соломоновых островов, где выживает только тот, кто жесток.